Участие различных неправительственных институтов в разработке тех или иных предложений в области внешней политики, оно сегодня представляет интерес как с точки зрения общества, так и для выработки правильных решений на уровне руководства страны. Задача РСМД с самого начала заключалась в том, чтобы создать некие продукты, которые можно было практически использовать. Это прежде всего наши доклады. Основной итог научной деятельности РСМД – это рабочие тетради совета, где обсуждаются, может быть, не вполне традиционные, иногда новаторские идеи и концепции. Это, конечно же, и те справочники, которые мы издаем. Ну и вот, пожалуй, наиболее емким, объемным продуктом совета является наша рестоматия. Продолжение следует... Мы довольно много работаем по различным вопросам международной безопасности. Есть проекты, связанные с конкретными ситуациями, скажем, предстоящий вывод войск Соединенных Штатов и их союзников из Афганистана, или, например, перспективы развития отношений между Россией и Европейским Союзом на новом этапе. Есть довольно большой набор проектов, которые фокусируются на двусторонних отношениях России и наших ведущих партнеров. У нас есть наработки по российско-японским отношениям, по отношениям между Россией и Индией. Мы сейчас начинаем работать по отношениям России и Турции, на подходе у нас Египет и некоторые другие страны. Ну и, наконец, у нас есть планы анализа долгосрочных тенденций развития мировой политики и, соответственно, оценки возможностей России в этих новых условиях развития мировой политики. В частности, мы готовим материалы о повышении эффективности международного научно-технического сотрудничества. У нас есть определенные заделы по вопросам роли интернета в мировой политике. Мы занимаемся довольно давно в партнерстве с рядом зарубежных организаций проблематикой продовольственной безопасности. Мы гордимся тем, что в Российский Совет по международным делам дали согласие войти наши ведущие специалисты по проблемам внешней политики и международных отношений. Это и ученые, это и практики, это и эксперты, это и бывшие военно-начальники, бывшие дипломаты, действующие дипломаты. Повторяю, это действительно российская элита в области внешней политики и международных отношений. РСМД выступает в качестве площадки, где собираются самые различные эксперты, самые различные деятели, наши общественные, политические, люди из нашего бизнеса. И, конечно, им есть о чем поговорить друг с другом. С самого начала нам хотелось, чтобы в членах РСМД присутствовали самые разные люди, представляющие различные профессиональные группы, представляющие различные возрастные группы, ну, может быть, даже в каком-то смысле различные политические позиции. Многие из нас сидели по своим специализированным квартирам, да, а здесь мы имеем возможность сопоставить точки зрения, сравнить, углубить свои представления. Где собираются люди, не отягощенные официальными рамками, люди, для которых нет табу при обсуждении любых самых острых вопросов, люди, которые могут высказать абсолютно неортодоксальное мнение, которое сегодня может казаться весьма странным и необычным. А в чем секрет успеха этого? Секрет заключается, во-первых, в том, что удалось привлечь, я говорю, лучшие умы. Во-вторых, в соединении, в творческом соединении науки и практики, что чрезвычайно важно. И в работе Совета принимают участие как виднейшие наши практики, так и лучшие ученые или молодежь, которая смотрит, смотрит вперед. В РСМД отработана уникальная методология проведения летних и зимних школ. Каждая такая школа привязывается к отдельному проекту Российского Совета. Мы провели успешно школы по арктической проблематике, соответственно, он был привязан к арктическому проекту, по центрально-азиатской проблематике, по миграционной проблематике и так далее. Ну, с самого начала мы хотели бы, чтобы РСМД работал не только на власть, хотя, конечно, это очень важно, но чтобы он в какой-то степени учитывал интересы нашего частного сектора. Поэтому мы сознательно в число наших корпоративных членов включили несколько наших крупных компаний из разных секторов. Если посмотреть на состав корпоративных членов, то это и добывающие компании, скажем, компании нефтяные, это и финансовый сектор, наши крупные банки, это компании, которые работают в сфере хай-тека, и это компании, которые занимаются промышленным производством. Поэтому можно сказать, что в РСМД представлены различные сектора нашей экономики в лице своих лидеров, в лице крупнейших и, может быть, наиболее инновационных российских корпораций. Диалог – это участие в дискуссиях, прежде всего, и в стране бизнеса, естественно, спонсорская поддержка, потому что бизнес, в общем, имеет ресурсы, которых не имеет, как правило, имеет только государство, но не имеет общественные организации. Поэтому это спонсорство, с одной стороны, с другой стороны, постоянный диалог. Взаимопонимание на политическом уровне дает возможность активнее развиваться бизнесу, и вот проведение таких конференций – это, наверное, та лестница, по которой нам надо пройти, чтобы было и взаимное доверие, как на политическом уровне, так и на экономическом уровне. Именно и на этой площадке можно разговаривать о международных делах, можно решать очень много проблем. Сегодня мир требует больших решений. В состав корпоративных членов мы включили и наши университеты. По договоренности с Министерством образования и науки мы сделали акцент, прежде всего, на наши крупные региональные университеты, университеты, имеющие статус федеральных. Это позволило нам сразу же создать сеть РСМД в регионах России. Сеть, как мне кажется, достаточно плотную, которая простирается от Калининграда до Владивостока. И, собственно, в России, если заметить, в последнее время очень много шагов предпринимается для того, чтобы вывести, ну, по крайней мере, не все, но ряд университетов, ведущих университетов на мировой уровень. Задача сейчас для современных университетов – это как раз развитие междисциплинарных и трансдисциплинарных исследований. И мы стараемся этот критерий выставлять для тех наших ученых, которые вовлечены в международные проекты. Еще одним важным направлением нашего сотрудничества могли бы стать программы, связанные с онлайн-обучением. Ведь Российская Федерация, конечно, государство совершенно грандиозное с точки зрения его географии, площади и так далее. И вот разработка совместных онлайн-курсов, связанных с теорией и практикой, к примеру, международных переговоров, история, теория международных отношений, различные практики, связанные с современной дипломатией, они, наверное, были бы востребованными на всем пространстве Российской Федерации, и в том числе и на постсоветском пространстве, где русский язык по-прежнему является языком науки, в какой-то мере образования и так далее. Я думаю, что вот здесь, вот в этом я вижу очень такие серьезные перспективы дальнейшего нашего сотрудничества. И мы открыты для взаимодействия и для участия в нашей деятельности и других корпоративных членов. Сейчас чувствуется нехватка или определенный дефицит деятельности журналистов-международников. Поэтому было принято решение начать с молодых журналистов-международников, ну, к маститам нам сейчас не подступиться, а именно с молодых, начать через проведение конкурса и таким образом формировать вокруг нашего совета некий актив журналистов-международников, молодых. Чем больше новостей, чем больше спикеров, чем больше людей, которые влияют на внешнюю политику, тем лучше, соответственно, для новостей и для качества этих новостей. Наш портал оперативно выдает короткие, но вместе с тем очень конкретные аналитические материалы по актуальным международным проблемам. Нам удалось создать привлекательный англоязычный портал. Значительная часть нашей аудитории приходит к нам из-за рубежа. Мы также заметная организация в том, что касается международных проектов. Если посмотреть нашу работу сегодня, РСМД вокруг себя уже создал систему международных контактов. У нас есть партнеры во многих странах, причем партнеры статусные. Это ведущие исследовательские центры и Европы, и Соединенных Штатов, и Азии. Так что в каком-то смысле можно сказать, что РСМД выполняет уже сегодня важную международную функцию. На некоторых направлениях мы претендуем на функцию второго трека в переговорах с нашими зарубежными партнерами. Наши аналитические образовательные проекты направлены на реализацию нашей миссии. Миссия РСМД – содействие и процветание России через интеграцию в глобальный мир. Через интеграцию в глобальный мир на выгодных для России условиях. РСМД, как мне кажется, за те немногие годы, что он существует, он действительно занял совершенно уникальное место в российской палитре. И дай Бог, чтобы все то, что началось, и это очень многообещающее, чтобы оно только развивалось. Вот мне хотелось бы пожелать им всем, и нам, всем тем, кто принадлежит к РСМД, успехов. И, конечно, того, чтобы наш голос и дальше был услышан, не только был слышан, но и услышан. Всем членам нашего совета я, конечно, желаю здоровья, успехов, благополучия. Со своей стороны хочу заверить, что мы и дальше будем стараться делать так, чтобы наш совет был местом притяжения для всех тех, кто готов вносить свой вклад в дальнейшее продвижение наших интересов на международной арене, и кто готов взаимодействовать по широкому кругу вопросов, представляющих интерес для нашего гражданского общества, для нашей страны. И мы открыты к такому сотрудничеству. И очень надеемся на поддержку всех наших членов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова